МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Москва, так шоу, пусть говорят, в этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. АПЛОДИСМЕНТЫ 5 октября 2012 года стартовал беспрецедентный проект на российском телевидении «Голос». Его участники соревнуются в вокальных поединках за звание лучшего голоса страны. Это 35-летняя певица из Узбекистана Сивара Назархан. Своя песня надела до слез самого Александра Градского. Музыкальные критики страны пророчили ей победу. В конкурсе, однако, Леонид Агутин выгнал ее из проекта. Своим решением он поверг страну в шок. Сивара немножко наковырял там ферму в втором купле. АПЛОДИСМЕНТЫ Я оставляю Артема. АПЛОДИСМЕНТЫ Тема нашей программы сегодня и певица, за которую переживает вся страна Сивара сегодня в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Когда вы ходили на сцену перед выступлением, что подсказывал вам внутренний голос? Вы победите? Хороший вопрос. Во-первых, я как бы люблю до глубины души свое дело, музыку. И поэтому, как смогла, выразила себя на сцене в этих трех сферах. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу сказать, что, наверное, не только вы так считаете, но и вся страна. Мы встречались с Аллой Пугачевой, когда вы еще были в проекте. Я говорю, вы смотрите? Она говорит, смотрю. Я говорю, ну и как вы думаете, кто победит? Она говорит, ну какие у вас вопросы? И Сивара, конечно. Поэтому даже она была уверена, что вы победите. Внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Я слышал до этого, как Артем поет по-русски, мне это не понравилось. Он, может быть, и вообще не может этого делать. Но мне очень хочется доказать, что это возможно. И я оставляю Артема. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы уже не плакали потом. АПЛОДИСМЕНТЫ Плакала? Ну что, зачем? Нет, повода не было плакать, абсолютно. То есть, что прям вышли, все спокойно, до свидания и пошла. Нет, ну, конечно, не все спокойно. Вы должны понимать, как человек, любящий свою профессию, что, конечно, когда выкладываешься на все миллион процентов, чего ты ожидаешь. И в данном случае мне было очень ценно спеть песню на родном языке, которую понимают все. А поскольку в душе я себя чувствую не только узбечкой, но и русской, или татаркой, или армянкой, понимаете, для меня это очень важно, донести до зрителя не только музыкально, но и текстово, чтобы слова проникали в сердце. Вот, поэтому эта песня и была выбрана для самой себя. И я горда, что я ее исполнила. Надеюсь, неплохо. Я не так очень прислал вам смс после всего этого какой-то или нет? Нет, ну, пока до этого дела не доходило, поскольку, я думаю, что очень тяжелый момент сейчас идет. Прямые эфиры, там нагрузка... Ну, времени для смс-ки, знаете, много не надо. Да, ну, я ни в коем случае не пытаюсь его оправдать, просто, ну, нет, не было пока. Такого не было с его стороны. Но обида есть? Нет, что обида, ни в коем случае. Это его решение, и у меня ничего нет, просто тишина такая, знаете, или внутри. Поскольку, конечно, я шла на этот проект осознанно, понимая, что очень сильный сам по себе проект «Голос». И, на мой взгляд, он казался мне очень честным, потому что все живьем. Ну, в целом, для меня, конечно, главный критерий – это зритель, который сидит, вот. И, конечно, по реакции зрителей я понимала, что все не просто так, и что ситуация странная. Вот так вот. Хорошо, но вот если бы вы были на месте Агутина в тот вечер, вы бы за кого голосовали? Если бы ДК был, но мне надо было бы послушать, как Леонид споет. Ну, если бы он был бы на мой взгляд. Нет, между Сиварой и между Артемом. Ух ты, это какое-то раздвоение. То есть вторая Сивара сидит там, или Леонид, да? Ну, я считаю, что это очень такой нескромный вопрос, мне кажется. Как же я могу сама себя выбрать? Я не знаю, честное слово. То есть у вас нет ответа? На этот вопрос я не могу ответить, конечно, прямо. Но, тем не менее, хочу сказать, что у вас достаточно уже опыта, и вы пели со многими звездами. Давайте посмотрим. Внимание. Внимание. Вот что говорит вам внутренний голос? Мне кажется, вы давно на эстраде. Вы пели со многими известными звездами. Но вам каждый раз чего-то не хватает. Вот мне кажется, как-то вот звезды не складываются и не благодарят вам, да? И Алла говорит, что вы прекрасны. И все говорят, что прекрасны. И все равно нет того, чтобы там ваш хит звучал по радио, да, и все говорили Сивара. Ну, вот Градский плачет, да, но дальше этих слез как бы дело не идет. Может быть, действительно пойти к экстрасенсу, снять черную магию и... Не, ну, Артем... При всем при этом... Вы, собственно, главный музыкальный критик страны сидит, варгавтик. Вы не согласны со мной, что ей чего-то не хватает? Про черную магию я с вами совершенно точно не согласен. Мы порчу из глаз. Ну, что-то не складывается, чтобы это стало какой-то бомбой, да? Вот все есть, казалось бы, да? Голос, внешность, образ. И каждый раз вот как-то вот... Всем хороша, только не взрывается, да? Только не взрывается, да. А почему оно должно взрываться? По-моему, так, я считаю, что у меня все достаточно идеально складывается. Как бы мое пребывание здесь, в Голосе, за пределами, не говорит о том, что я должна тут везде в ротации быть, понимаете? Это не моя цель. Моя цель просто донести мою музыку. А до какого количества? Это второй вопрос. Раз мы заговорили уже про дуэты, давайте пригласим в студию человека, с кем вы пели на проекте «Голос дуэтом». София Абазашвили, она сегодня здесь. Давайте пригласим ее. Как вы отреагировали на тот момент, когда Агутин не выбрал Севару, скажите? Я сидела в зале, я была шокирована, потому что то, что мы с тобой прошли, я все-таки думала, что это ради какого-то такого большого события. Вот. При этом Артем для меня не менее близок, потому что он мой одногруппник, мы с ним 4 года просидели за одной партой. Я из-за него очень переживала. И при этом я была шокирована твоим выступлением. Кстати, у меня до сих пор были мурашки, когда показывали часть твоего выступления. Я не могу точно сказать, как я отреагировала, просто были эмоции. Вот. Многие ребята, которые участвуют в «Голосе», они все поддерживают друга. Вот Севару даже, посмотрите, как вы, Андрей, не пытались, обидно было. Нет. Нет, прости меня, у Севары, я понял ее минус, у Севары не хватает энергетики, не хватает секса, ей нужно как-то, мне кажется, вот дать эту энергетику в зал. Прости. Прекрасные люди, в первую очередь. Знаете, мне кажется... Вот Ольга Кляйн выиграла, юбку сняла, правильно? И... И что? И выиграла. Нет, вы уверены, что вы правильно поняли минус? Да. Мне кажется, здесь не все за этим согласны, да? Мы еще выточним. По-моему, выиграл тот, кто получил достаточно положительные отзывы, даже в том же интернете. И Севару точно выиграла, вы знаете? Однозначно. Однозначно. И это просто такой конкурс, это невозможно не переживать. Секса сейчас очень много. Конечно. Очень много. И... Восточной тактичности. Да, а вот духовности. От того, что когда человек поет, и просто... И ты попадаешь вообще в другую страну. Вот ты как зритель попадаешь. В интернете. Вот этого не хватает. И Севара этим обладает, сто процентов. Мы сидели в зале, и это была фантастика. Была такая тишина. Это была... Вот просто голова прошла. Да, у меня болела голова, да. У меня очень болела голова, потому что очень долго были съемки, у меня действительно прошла голова. Вы знаете, я вам хочу сказать, так она должна открыть тогда курсы по реабилитации Геннадию Геннадьевичу Малахову. Лечу руками. Голосом. А где же ты почитать комментарии в интернете? Если почитать комментарии в интернете, действительно люди все пишут о том, что устали. Устали. Хочется какой-то душевности. Хочется какой-то искренности на сцене. Поэтому... Я программу Голос не все смотрел, потому что я был на гастролях. И когда я смотрел, я со многими жуи не был согласен. Я думаю, что выиграют вот именно абсолютно те, кто сидит здесь. Я не понимал, почему это нужно выбрать или этот голос, или этот, если они оба хорошо. Сделайте исключение. Пусть один будет голос, то есть одно первое преми на двоих. Почему такого нельзя сделать? Почему нужно обязательно в каких-то рамках находиться? Я сам начинал тоже. В принципе, меня нет ни на телевидении, ни на радиостанциях так много. Но то, что вот сказали вы, как правильное имя? Сивара. Во-первых, то, что вы работали с Петром Габриэлом, это просто можно уже снять шляпу. Если у вас будут проблемы с работой, я вас могу взять к себе на концерт. У меня концертов много. Везде, не только по нашей стране. У нас гастроли Израиль, Арабские Эмираты, Германия, Америка. Поэтому можем вас брать. Только Сивару или Шуга Мамос тоже приглашает. Мне кажется, он не приглашает. Но, нет. Девчонок, вот от двух девчонок дуэт я могу взять к себе на бэк-вокал. У меня двое бэк-вокалисток, будет у меня четыре бэк-вокалистки. Но пока для этого, пока для начала. Потом можно сделать... Мы только танцуем. Я, конечно... Вы знаете, но я еще не все сказал. Есть некоторые, которые вот только что показались по телевизору, что-то такие заносчивые. Вот мне понравилось, что Сивара очень скромная. То, что я большим трудом пробивался на сцену и не имею даже звания. У меня нет ни одного звания. Но те певцы, которые вот в жюри сидели, некоторым певцам даже помогал. Ну, не будем говорить. А то, что вы... Наше будущее, это уже здорово. Вы такие чистые, добрые. Вот сейчас про маму рассказали. Вот, ну, знаете, это трогает. Потому что, если люди, такое отношение к родителям, если вы такие скромные, вы будете звездами. Я хочу сказать, что... Хочу пожелать вам стремления, терпения, потому что выбирайте... Вот Сивара опять сказала правильную вещь. Мы еще не заканчиваем. Подожди секунду. Нет, нет, нет. Я просто... Ну, очень много так... Накопилось, я понимаю. Накопилось. Если мне дали слово, дайте мне сказать его. А то я вас укушу. Я хочу сказать, что... Вы должны, в первую очередь, не думать, звезды или вы не звезды, что у вас там брали автографы, что вас там утром узнавали. Вы, в первую очередь, должны работать и любить музыку. Не за деньги, а любить ее музыку. А деньги же придут по цене. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!